Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лапушкина оценила содержание главной пешеходной улицы Самары и визитной карточки города – улица Ленинградской, а также улицы Куйбышева. Какие поручения были даны по итогам осмотра и к какому времени поставлена задача придать лос главным туристическим локациям, расскажет Галина Топилина. Уже к 1 мая пешеходная часть Ленинградской преобразится. Здесь будут клумбы с цветами, заработают фонтаны, приведут в порядок плитку и лавочки. Чтобы оценить объем предстоящих работ и расставить акценты, глава города Елена Лапушкина провела выездное совещание с участием представителей администрации района и профильных департаментов. Самое главное – колоться, по сетям посмотреть и после этого уже укладывать. Особое внимание объектам потреб рынка. Они должны вписываться в общую концепцию улицы. Не загромождать, а украшать главную пешеходную зону. А их можно сделать в одном стиле? Архитекторы в том году собирали, здесь намного больше объектов было. Мы очень много расторгли и договорились о том, чтобы были не в створе. Вот такие вот будут заказаны. Нам область дает грант 81 миллион на туризм. Они вписываются? Вписываются, и Галахов смотрел тоже. Осмотрели и улицу Куйбышева, где проводится комплексный ремонт. На большом расстоянии от площади Революции до Шостаковича меняется полностью у нас плитка, деревья новые сажаем, ограждения, разметка и все, что с этим связано. Ну и тоже традиционно, соответственно, задачи поставлены районом по приведению фасадов в порядок, объектов потреб рынка. Ну и как бы общие там есть у нас небольшие недостатки, которые тоже указаны главой и поставлены задачи по ликвидации. Уже в майские праздники самарцы и гости города смогут насладиться прогулками по центральным улицам Самары. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. В субботник провели участники движения «Самарский КВН». Убирались в сквере Мичурина по традиции с хорошим настроением, шутками и под музыку. К веселым и находчивым присоединилась глава города Елена Лапушкина. Подробности расскажем далее. Леонид Копичай, в прошлом участник команды КВН «СОК», а сегодня редактор и ведущий Самарской лиги КВН, вместе с ребятами из разных команд вышел на субботник в сквер Мичурина. Шутит. Много лет назад первый раз взял в руки грабли, и его до сих пор не остановить. На просьбу пошутить о труде отвечает серьезно. С трудом шутки плохи. Лучше поработать, а потом пошутить про ленивцев. Про труд шутить нельзя, но есть шутка как раз про лень. Был один ленивый мальчик, который специально вставал пораньше, чтобы подольше ничего не делать. И пусть про труд не шутят, зато он объединяет и становится прекрасным поводом собраться вместе и дружно поработать на благо родного города, убежден руководитель движения Самарской КВН Сергей Ларионов. Каждый год ребята разных возрастов и лик выходят на субботник. В этой инициативе ребят эта традиция уже заложена очень давно, уже больше 10 лет мы это делаем. Мы обычно это делаем весело, находчиво, с музыкой, с пирожками, с чаем. Это хорошее такое социальное объединение, потому что именно где и как не на субботнике встретиться, поделиться хорошим настроением и в то же время еще сделать хорошее для нашего города. Под мели дорожки собрали прошлогоднюю листву. В субботнике приняла участие и глава города Елена Лапушкина. Она поблагодарила всех, кто принял участие в месячнике по благоустройству и внес вклад в преображение города. Убеждена, что к 1 мая, конечно, город будет уже совсем в другом настроении, будет абсолютно чистый. Хотя в любом случае мы понимаем, что эту работу нельзя закончить с никаким субботником, что это постоянная работа и мы будем ее продолжать. Всем спасибо огромное за этот апрель, за совместную работу, за любовь к городу, которую мы проявили, выходя на эти субботники, собирая мусор, который остался после зимы. Мы сделали для себя настроение. Я надеюсь, что и в дальнейшем добрая традиция будет продолжаться. 30 апреля завершается голосование за благоустройство общественных пространств в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды нацпроекта «Жилье и городская среда», реализуемого по решению президента. Проголосовать самарцам помогают волонтеры. Во время субботника они находились и в сквере Мичурина. Мы помогаем проголосовать, потому что не все жители могут через компьютеры проголосовать. Поэтому для удобства населения мы находимся в скверах, в торговых центрах, на территориях, там, где отдыхают наши жители. Там есть и взрослые населения, есть мамочки с детьми. Мы рассказываем о своей программе, просим проголосовать. Жители с удовольствием голосуют, потому что хотят нашу Самару сделать еще более красивой. Те общественные пространства, которые наберут наибольшее количество голосов, будут благоустроены уже в следующем году. Галина Топилина, Николай Епифанов, События. Около трехсот жителей промышленного района вышли на Всероссийский субботник в сквере Солнечная поляна. Вместе они убирали мусор, прошлогоднюю листву, очистили береговую линию озер и прибрались в домиках для уток. Как проходил субботник, расскажет Елизавета Прокопенкова. Пока белки отдыхают, а утки плещутся в пруду, жители промышленного района трудятся. Наводят порядок в сквере Солнечная поляна. На субботник здесь вышли около трехсот человек. Вместе они собрали прошлогоднюю листву, мусор и очистили береговую линию озер. Мы очень тщательно следим за этим сквером. Вы можете посмотреть, здесь в принципе довольно-таки много жителей выходит, чтобы убраться. Здесь очень много жителей прогуливается и зимой, и летом. И, конечно же, мы стараемся его поддерживать в чистоте и в порядке. Субботник в сквере Солнечная поляна давно стал традицией для жителей промышленного района. В 2018 году территорию благоустроили по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». С тех пор самарцы делают все для того, чтобы любимое место для прогулок стало еще лучше. Сами надувают лодки и чистят озера. К ним присоединился и глава промышленного района Данил Морозов. Мы приняли решение совместно с жителями традиционно, в принципе, выйти на субботник и, собственно говоря, эти озера от мусора очистить, чем мы сегодня и занимаемся здесь. На традиционных субботниках не забывают и про уток. Жители моют домики, которые сами для них делают. Подкладывают туда траву, чтобы птицам было мягко и удобно. И мы, если когда делаем домики, тоже спускаем их. Сейчас еще у нас один домик делается. То есть у нас в ТСЖ делаем сейчас еще один домик. И вот в прошлом году мы спускали один домик. Пусть он там не такой зрачный, но он из натурального материала. Понимаете? И вот, вы знаете, летом как было красиво, когда утки, вот они накупаются, и все сидят около этого домика. Это просто надо было видеть. Сейчас проходит голосование за благоустройство общественных пространств по нацпроекту «Жилье и городская среда». Территории победителей преобразятся в 2025 году. Отдать свой голос за одну из 20 пространств можно на сайте 63городсреда.ру на госуслугах, либо с помощью волонтеров. Елизавета Прокопенкова, Валерий Майоров. События. В преддверии празднования 79-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне в поселке Мехзавод Красноглинского района появилась аллея лип. Высадка деревьев прошла в рамках ежегодной эколого-патриотической акции «Лес Победы». Мы побывали на аллее и расскажем вам подробности. Саженцы крупной листовой липы размещают на Мехзаводе вдоль Московского шоссе рядом с церковью в Ведении во храм Пресвятой Богородицы. В эколого-патриотической акции «Лес Победы» принимают участие глава Красноглинского района Самара Вячеслав Коновалов, депутаты, общественники, кадеты, активное население. Эта территория является гостевым маршрутом. Это въезд в наш красивый город, поэтому было принято решение именно в этом месте начать эту акцию. Мы ее, вне всяких сомнений, будем каждую весну и осень продолжать. Через какое-то количество лет здесь будет красивейшая аллея, посвященная подвигу нашего солдата, который победил в Великой Отечественной войне. В этот раз высаживают 30 молодых деревьев крупной листовой липы. Их доставили из питомника. Саженца помещают в лунки, засыпают землей, делают подпорки и поливают. Самарская область преобладающая порода, как всегда считалось, дуб. Дуб, липа, береза. Вот мы из одних пород выбрали именно липу. Она не просто, она еще плюс еще и медонос. Все-таки светет красиво и очень благородное дерево. Акцию «Лес Победы» общероссийское движение «Зеленая Россия» проводит вместе с Союзом ветеранов России с 2015 года. Мы высаживаем именные деревья, память о войнах, которые не вернулись с фронта Великой Отечественной войны. Чтобы не забывалась эта память о наших предках. В акции «Лес Победы» приняла участие ветеран Великой Отечественной войны, жительница блокадного Ленинграда, а теперь поселка Мехзавод, Валентина Николаевна Щербакова, которая в прошлом году отметила столетний юбилей. Я поздравляю вас с 79-й годовщиной Великой Победы. Здоровья вам, благополучия, счастья вам, вашей семье. В дальнейшем за молодыми деревьями будут ухаживать специалисты спецремстрой зеленхоза. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События. Организация, которая дает студентам возможности для карьерных достижений и для реализации социальных идей. Глава Самары провела встречу с Молодежным советом при правительстве Самарской области. Ребята пришли на встречу со своими проектами, направленными на улучшение туристической привлекательности города, развитие культурной сферы, а также идеями по развитию городских окраин. Подробнее в нашем сюжете. Помогать молодым людям находить свое призвание и оказывать содействие в реализации социально значимых идей. Таковы главные задачи Молодежного совета при правительстве Самарской области, с активистами которого провела встречу глава Самары Елена Лапушкина. Ребята представили мэру результаты своей деятельности. Особый упор делают на самарских студентов, которые учатся в Москве и Санкт-Петербурге. Они помогают им держаться сплоченным сообществом, вовлекают в социально значимые проекты и способствуют получению самого разного опыта. Который затем может пригодиться в их будущих профессиях. Не очень охотно молодых ребят без опыта работы берут на работу. И мы, Молодежный совет, создали такую площадку, в рамках которой мы учим вас всему. То есть начиная от написания писем, концепции дорожных карт, оформления презентации, выступления на публике. Мы занимаемся буквально всем. На встрече с главой города ребята представили свои идеи, которые помогут улучшить качество жизни в Самаре. Среди них в основном проекты, направленные на сферу культуры. А самую активную поддержку получила идея нового стрит-арт-фестиваля, в рамках которого разнообразные авторские муралы появятся не в центральной части города, а на домах, расположенных на окраинах. Это позволит этим районам тоже привлекать туристов, а значит иметь стимул к поддержанию благоустройства и порядка на своих территориях. Качественный арт-объект, он притягивает туда новые инвестиции. Туда уже приходят ЖКХ, делают свет, фонари и проводят детские площадки. Потому что именно так, то есть формируется комфортная городская среда. Глава Самары выслушала предложения молодых людей и отметила, что передаст идеи в профильные департаменты, чтобы поспособствовать реализации этих проектов. А также пригласила ребят, которые неравнодушны к городу, на работу в муниципальное управление. В талантливых молодых ребятах и, в общем-то, готовы быть и наставниками, и растить, и призываю всех присутствующих в этом зале рассматривать возможность работы не на словах, а на деле, действительно, на благо родного города. Это просто призвание, это настоящее такое служение. Также на встрече обсудили возможность создания новых творческих кластеров на заброшенных территориях, чтобы вдохнуть в них новую жизнь. А в завершении встречи, обменявшись пожеланиями, стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, чтобы реализовывать больше проектов, направленных на преображение Самары. Андрей Бессонов, Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События. В Самарской 12-й школе состоялась конференция «Профессиональное самоопределение. Познание творчества наука». Ученики работали на разных секциях, рассказывали, кем хотят стать в будущем и почему. Подробности расскажем дальше. Как найти свое призвание и какими бывают профессии? Ответы на эти вопросы искали ученики 12-й школы Самары, где состоялась городская научно-практическая конференция «Профессиональное самоопределение. Познание творчества наука». Учителя и школьники работали в разных секциях. «Мой выбор профессии» — «Самара на благо России», «Мир профессий от А до Я», «Мастер золотые руки» и другие. Дети представляли доклады, отвечали на вопросы. Для всех выступающих подготовили дипломы и книги в подарок. «Самыми интересными, как правило, являются те работы, где дети рассказывают о династиях. И вот это так интересно, когда из одной профессии ребенок уже сразу понимает, что он точно никем другим стать не хочет, потому что и бабушки, и дедушки были, допустим, врачами. Мама с папой поддержали эту эстафету, и ребенок тоже хочет стать врачом. Но в этом году я могу сказать, что самое большое количество заявок именно на секции «Мастер золотые руки». Причем возраст детей от первого до десятого класса. В перерывах между выступлениями на секциях ребята могли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению георгиевских лент и мини-книг. «Все начинается, конечно же, с семьи, но каждый ребенок, когда он принимает участие в каких-то конференциях, когда он слушает других деток, он всесторонне развивается. Он узнает многое. И в выборе играют уже не только родители, конечно же, и социум, который находится вокруг него». Конференция прошла в преддверии Международного Дня танца, который отмечают во всем мире 29 апреля. Поэтому отдельно поговорили о творческих профессиях. Руководитель танцевального коллектива «Продвижение» хореограф Виталий Улюбаев поделился с ребятами собственной истории выбора профессии и пригласил на Всероссийскую ярмарку хореографического искусства, которое пройдет в Самаре в августе в рамках реализации гранта президентского фонда культурных инициатив. «Такого масштаба еще не было, потому что впервые вообще на моей памяти, когда школа выигрывает грант не просто для себя внутри школы, но именно организовать Всероссийский конкурс-фестиваль. Уже подано более 50 заявок из разных городов, в том числе Москва, Саратов, Уфа и так далее, и так далее, и тому подобное, которые будут принимать участие по разным номинациям танцевальным. В конкурсе сначала будет первый день конкурсный. Это там народная хореография, современная хореография, уличная, эстрадная и много-много других номинаций. Затем у нас будет галоконцерт уже на второй день, непосредственно в Струковском парке. Приглашаем, кстати, всех жителей города Самар. Всероссийская танцевальная ярмарка пройдет в Самаре 17 и 18 августа. Иногородним участникам оргкомитет предоставит бесплатное проживание и питание. Для того, чтобы принять участие, сначала нужно направить заявку и пройти отбор в онлайн-формате. Светлана Кудрявцева, Валерий Майоров, События. Новейшее медицинское оборудование на службе онкологов. Более 600 пациентов прооперированы на новые лазерные установки с начала года. Благодаря современным технологиям хирургическое вмешательство малотравматичное, что существенно сокращает процесс реабилитации. Если раньше, после операционный период длился до полугода, то сегодня к обычной жизни пациенты возвращаются буквально через несколько дней. Поставка современного оборудования в медицинские центры – одна из важных составляющих национального проекта здравоохранения, который реализуется по решению президента Владимира Путина. За последние годы в Самарской области введено в эксплуатацию более 150 новых медицинских объектов. Еще свыше 400 капитально отремонтированы. Полностью обновлен автопарк скорой помощи региона. В медучреждения поставлено более 15 тысяч единиц современного оборудования. Вопрос реализации нацпроекта в регионе находится на личном контроле губернатора Дмитрия Азарова. Главное – не упустить время. Время в Самаре подписали соглашение между МФЦ и Центром поиска пропавших людей Самарской области. Теперь данные о пропавших людях будут размещаться в социальных сетях и в офисах центров. Также добровольцы рассказали о своем проекте «Первая помощь. Я смогу тебе помочь». Подробности в нашем сюжете. В Самаре подписали соглашение между МФЦ и Центром поиска пропавших людей. Центр поиска – это ресурсный и учебный центр для добровольцев поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт». В работе центра участвуют опытные поисковики, ставшие инструкторами, готовыми делиться своим опытом и знаниями со всеми, кто желает стать частью поискового отряда. Специалисты отмечают, объявить о пропаже человека важно как можно скорее. Ждать трое суток не нужно. Практика показывает – самые результативные поиски происходят в первые часы после исчезновения человека. Вся сеть МФЦ «Самарская область» будет участвовать в информировании о пропавших людях, ну и приложив все силы для быстрого и оперативного поиска граждан. Мы открываем для коллег возможность получить доступ к нашим информационным площадкам в соцсетях. В социальных сетях работает 38 площадок. Также информация о тех, кто пропал, будет размещена и в офисах МФЦ. Сотрудники пройдут специальное обучение. Им расскажут, как в потоке людей определить дезориентированного человека и грамотно оказать ему помощь. Подписанное соглашение с МФЦ нам открывает возможности более оперативного оповещения людей о поиске без вести пропавших, потому что самое важное, что для нас есть, это время. Центр поиска разрабатывает собственные проекты для обучения поисковиков алгоритмам действия в разных жизненных ситуациях. Один из них носит название «Первая помощь – я смогу тебе помочь». Оказать квалифицированную медицинскую помощь – дело врачей. Задача добровольцев – научиться выполнять простые действия до приезда медиков. Ведь зачастую именно они помогают спасти жизнь человеку. Их волонтеры отрабатывают на манекене. Елена Прокофьева в поисковом отряде уже больше года. Уверена, такая практика поможет не растеряться в случае ЧП. Какие-то навыки, безусловно, вспомнить, потому что механическая память у человека обычно хорошая. Да, будет стрессовая ситуация, да, что-то там забудется, но в целом, я думаю, информация, безусловно, нужная. Сразу бросаться на помощь не стоит. Важно смотреться и убедиться, что вашей жизни ничего не угрожает. Затем подойти к человеку и проверить его дыхание. Поднимаем подбородок так, чтобы нос смотрел под 90 градусов неба. Тем самым открываем дыхательные пути. С щекой наклоняемся, считаем до 10, смотрим на грудную клетку. Грудная клетка будет приподниматься, с щекой вы сможете почувствовать дыхание, соответственно, ухом услышать. За 10 секунд человек должен сделать 2-3 вдоха. По словам специалистов, не нужно пытаться измерить пульс или перемещать пострадавшего. Важно как можно скорее вызвать скорую помощь. В этом году Центр поиска пропавших людей Самарской области стал победителем первого конкурса «Фонда президентских грантов» с другим своим проектом «Будь с нами 2024». Следить за проектами, читать отчеты о поисковых работах, записаться на обучающие курсы волонтеры приглашают всех желающих в своих соцсетях. Полина Чулякова, Ксения Баканова, Сергей Баскин. События. Поднять патриотический дух и показать навыки военной подготовки. В Самаре прошел городской этап игры «Зарница 2.0» среди школьников. Какие испытания пришлось пройти ученикам, узнала Полина Чулякова. Лучшие из лучших. Девять команд из каждого района Самары приняли участие в военно-патриотической игре «Зарница 2.0». Этот всероссийский проект организован движением первых и призван развить в школьниках чувство долга перед Родиной. Ранее «Зарница» уже проводилась и у нас в регионе, и в целом по всей Российской Федерации. В этом году в Самарской области участников более 30 тысяч человек. Непосредственно в городском округе Самара более 6 тысяч человек. Школьникам предстояло показать себя в испытаниях по спортивной подготовке, оказанию первой медицинской помощи. Также их проверяли на знания отечественной истории, общевойсковой грамотности, а еще школьники на скорость надевали противогаз. Здесь Александра Серова показала хороший результат. Справилась за три минуты. Мы одевали комплект химозащиты на время. Без каких-либо спортивных мероприятий. Просто одевали. Самое сложное было, когда застегиваешь плащ, нос должен быть, получается, хобот должен быть внутри плаща, и только в самом конце, когда застегнул полностью плащ, тогда ты только вытаскиваешь. Сегодня состязания проходили для школьников в возрасте от 14 до 17 лет. Матвей Сабельников рассказывает, участие в «Зарнице» принимают уже третий год подряд. В прошлом году его команда заняла второе место. Я умею шагать строем. В принципе, науки лизера, потому что я являюсь командиром генармейского отряда. Научился разбирать автомат, оказывать первую помощь. Боевой. Надеемся на первое место. Победители «Зарницы» получат возможность принять участие в региональном этапе игры, который пройдет в мае. Полина Челюкова, Игорь Казановский. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Телеграм-канал администрации Самары Вести с Дворянской сообщает, что подрядная организация администрации Кировского района продолжает работу на незакрепленной территории. Помимо уборки тех тротуаров и дорог, которые относятся к зоне ответственности районной администрации, организация проводит вывоз собранного мусора на специальные полигоны и делится фотографиями работы, которая прошла сегодня во Всероссийский субботник. Администрация Октябрьского района также сообщает о субботнике, который прошел на их территории. Невероятная команда волонтеров школы номер 144 имени маршала Дмитрия Устинова сегодня проявила настоящее единство и усердие, завершая работы по уборке территории на Всероссийском субботнике. И выражают огромную благодарность всем волонтерам за их неоценимый вклад в преображение района. Департамент транспорта Самары сообщает, что в связи с празднованием 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне будет временно ограничено движение транспорта у площади Куйбышева. Ближайшие ограничения начнут действовать со 2 мая. С 6 утра до 12 ночи 9 мая отменится работа автобусного маршрута номер 11, а с 8 вечера 8 мая до 15 часов 9 мая работа троллейбусного маршрута номер 16, работа трамвайных маршрутов номер 1, 3, 5, 15, 16, 20, 20к и 22 с 5 вечера до 12 ночи 3 мая, с 5 вечера 6 мая до 2 часов дня, с 7 мая, с 8 вечера 8 мая до 3 часов дня 9 мая организуют по временным схемам. Также изменится трасса следования и автобусов маршрутов номер 3, 24, 34, 37, 46, 47, 61, 80, 226, 261 и троллейбуса с 6 маршрута. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Будьте здоровы, всего вам самого доброго, хороших вам выходных! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok